Уже 7 лет крымчане это граждане России и сегодня мы расскажем как живет полуостров в составе Российской Федерации. Это совершенно было божественно. Единственное, что все говорят, что нас насильственно вели под дулом автомата на референдум, а на самом деле уже в 7.15 утра я хотела прийти пораньше, чем другие и быстренько проголосовать. Там была уже очередь из 200 человек. Была просто эйфория, когда мы все не ожидали ничего такого. Хотели, хотели, но вдруг, когда это все случилось, это было как будто под каким-то куполом счастья, которого никогда в жизни никто не ощущал. Теперь мы знаем, что такое счастье. Мы проголосовали честно. Почему нас не признают? Это очень странно, поскольку друзья иностранцы есть. Вот мнения просто полярные у людей там. Одни говорят, что это трудно и так далее. Много наших друзей говорят о том, что правильно и Крым должен был воссоединиться еще раньше с Россией. Конкретно из Англии, из Америки люди говорят об этом. Поэтому не все разделяют мнение вот тех западных радикальных настроенных и немецких и других представителей. Ну, наверное, я расскажу о том, что у нас произошло в Керче. Это самое яркое воспоминание. Как к нам приехали, по-моему, с Майдана какой-то митинг делать или что-то такое. Наши керчане, короче, немножко их выгнали с города. И после этого как бы вся заварушка с переходом началась и все остальное. Ну, вот, в моем воспоминании, типа, я помню именно так. Большая массовка, туды и туды, и смотрим уже референдум. Не хотелось войны. Я понимал, что если Украина ворвется в республику, ну, здесь будет такая резина, что ни одной стране мира это бы не хотелось бы видеть. Инфраструктура меняется очень резко. Типа, если сравнивать, что было при Украине сейчас, ну, типа, это два разных региона. Ну, типа, не отличить. Очень сильно, типа, изменилось. Я думаю, что им стоит приехать к нам в республику, посмотреть, что здесь происходит на самом деле, а не смотреть, так скажем так, из-за бугра на происходящее. Потому что говорить в Брюсселе можно многое, а приехали бы сюда, посмотрели и поспрашивали вот народ, что здесь происходит. Брюсселе можно многое, поспрашивали, что здесь происходит. Брюсселе можно многое, поспрашивали, что здесь происходит. Я здесь, потому что я не approveю моего государства, особенно для России и Крыма. Это очень плохое, очень плохое. Россия и американская полиция и американские экспедиции были в прошлом. Время 2-менталития. Все началось еще с Киевского Майдана. Тогда стало понятно, что крымчане будут несогласны с этой идеей. Когда к нам отправили поезд дружбы, мы уже были готовы к тому, что этот конфликт не решится мирным путем. Оставалось надеяться на помощь России. Для меня было очень важно сохранить целостность своей родины, многонациональной культуры, традиций, без украинских нововведений. В Крыму живется хорошо, но есть неудобства из-за непризнания Крыма международным сообществом. И это нас несколько оскорбляет. Редактор субтитров А.Семкин